Проблема ВИЧ-инфекции уже не одно десятилетие продолжает оставаться актуальной для мирового сообщества. Неоднократно рассматривалась на самом высоком уровне. И с 20 века она, к сожалению, уверенно перешагнула в век 21-й и продолжает жить уже в нашем современном технологическом развитом обществе. Правда, в ином масштабе. По данным Всемирных организаций, за последнее десятилетие специалистам все-таки удалось добиться снижения количества зараженных ВИЧ. Не стало исключением в этой статистике и Брестская область. Уровень заболеваемости у нас в 1,9 раза ниже, чем в целом по республике. 95,3 на 100 тысяч населения. Проблемы у нас в территории остаются, как и было в 2015 году. Это город Пинск, город Брест, Барано-Челунецкий район. На эти территории у нас приходится примерно где-то 74% всех случаев заболевших. По состоянию на 1 ноября 2016 года в республике Беларусь в ВИЧ живут почти 17 тысяч человек. Чуть более тысячи из них в Брестской области. По уровню распространенности регион находится на пятом месте после Гомельского, Могилевского, Минского, а также города Минска. Эти показатели – результат кропотливого труда всех занятых в решении проблемы специалистов. Заработали новые пункты заместительной терапии. Открылись передвижные станции для сдачи анализов на наличие ВИЧ. Специалисты отмечают, информационная компания в превентивной работе также дала свои плоды. Увеличилось количество желающих пройти тест на наличие вируса в крови. Мы активно в своей работе и агитируем население на увеличение обследований. Чем больше мы выявим населения с ВИЧ-инфекцией, тем предотвратим заражение новых случаев. Мы ежегодно увеличим. За 15-й год мы увеличили на 7% вообще скрининг обследования населения. В этом году мы тоже увеличили на 2%. То есть у нас 11,3% всего населения в области в этом году уже обследовано на ВИЧ-инфекцию. Жить с ВИЧ-инфекцией возможно. Сегодня эти люди начинают строить свою судьбу. Да, они скрывают свои лица, но их внутренняя сила духа и стойкость достойны уважения. Сейчас под пристальным вниманием медиков еще один аспект проблемы. Как помочь ВИЧ-положительным матерям, которые хотели бы иметь здоровых детей. Рождаются детки у нас и с ВИЧ-инфекцией. К сожалению, у нас в этом году один случай тоже подтверден. ВИЧ-инфекция. Все у нас в области 17 деток с этим заболеванием. Но 76%, где-то 150 детей у нас из-за этого всего количества, у нас они сняты с учета, когда им наступает полтора года, они считаются здоровыми. То есть это говорит о том, что если мы введем с момента беременности женщины профилактическое лечение и ребенка при рождении, и до года мы даем детям бесплатные адаптированные молочные смеси, это приводит к тому, что практически, если мама соблюдает все назначения врачей, то детки рождаются без этого заболевания. Это очень хорошо. Включиться в крупнейшее движение противодействия распространения ВИЧ-СПИД может каждый. Ведь только общими усилиями решаются проблемы мирового масштаба. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...